Упрощенный порядок оформления строений начнет действовать с 1 июня. Госдума приняла в первом чтении, и нет сомнений, что окончательно примет закон, меняющий сроки запуска обновленной дачной амнистии. Вместо 1 сентября, как предполагалось первоначально, оформить собственность на объекты недвижимости по новым правилам, владельцы смогут с 1 июня. Обновленная дачная амнистия расширяет перечень объектов, права на которые можно будет оформить в упрощенном порядке. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с юристом Евгением Корсакиным. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Переходим к теме видео. Итак, с 1 июня владельцы домов, имеющие на эти объекты документы старого образца, смогут по ним переоформить собственность на эту недвижимость. А кроме того, дачная амнистия теперь позволит оформить собственность на дома, построенный на земельных участках, на которые у владельцев нет правоустанавливающих документов. То есть, гражданин, который использует для постоянного проживания дом, возведенный до 14 мая 1998 года и находящийся в границах населенного пункта, сможет бесплатно получить собственность земельный участок, на котором расположен дом. При условии, что право собственности на дом не зарегистрировано, а земля находится в государственной или муниципальной собственности. Так нам пояснили в управлении Росреестра. В новом законе устанавливан широкий перечень документов, которые позволят владельцам зарегистрировать права на землю под домом, что позволит оформить права и на сам дом. Дорогие подписчики, еще больше новостей и сводок на законы в нашем телеграм-канале «Приоритеты». Ссылка в описании. Идем дальше. Государственная регистрация права собственности на земельный участок, на котором расположен жилой дом, происходит одновременно с кадастровым учетом, если он не проводился, и регистрацией собственности на жилой дом. А собственность нынешнего владельца Росреестра должен зарегистрировать по заявлению администрации. Кроме того, новый закон продляет действия ранее работавшей дачной амнистии до 1 марта 2031 года. Будет применяться упрощенный порядок оформления прав на жилые или садовые дома, расположенные на землях, предназначенных для ведения садоводства, ИЖС и ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов. Оформить собственность на них владельцы смогут по двум документам. Техническому плану и правоустанавливающему документу на земельный участок. Буду рад подписке на телеграм-канал и Дзен, ссылки в описании. Жмите ваши лайки и расставляйте приоритеты правильно. Сначала знания, потом действия. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...